Вперёд! Лёд, пламя и грязь от едкой гари слезятся глаза, но отцы командиры не забывают подбрасывать на полосу препятствий дымовые шашки. В таких условиях курсанты метр за метром продвигаются к позициям условного противника. Когда окоп неприятеля оказался занят, на горизонте показалась бронированная техника. Условия максимально приближены к боевым. На окоп надвигается танк. Задача бойцов сейчас вести прицельный огонь по вероятной пехоте противника. А вот сейчас танк заезжает на окоп. Нам нужно переждать этот момент и тщательно спрятаться. И после того, как танк проезжает окоп, курсанты должны закидать его гранатами. Так проходят будни курсантов Московского высшего общевоискового командного училища на полигоне. В полевых условиях изучают тактику и технику, стоящую на вооружении. Будущий офицер должен не только умело командовать и метко стрелять, но и с легкостью управлять всеми видами боевых машин. Начиная от ветерана БМП-2 до новейшего бронетранспортера, который только несколько лет назад начали выпускать серийно. Но это, говорят бойцы, не самое тяжелое. Самое сложное в учебе, я думаю, это не спать на занятиях. Потому что постоянная физическая нагрузка, постоянно умственная нагрузка. Уже через два месяца после Октябрьской революции была сформирована первая революционная школа пулеметчиков. И практически сразу на слушателей курсов была возложена обязанность по охране и обороне Кремля. Отсюда и почетное звание учащихся и выпускников училища – кремлевские курсанты. За сто лет здесь подготовили 60 тысяч офицеров. Пятеро из них стали маршалами и 60 генералами. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу вручил одному из лучших военных вузов страны орден Жукова. Куда бы Родина направляла кремлевцев на фронты гражданской войны, Великой Отечественной, в Афганистан или другие горячие точки, везде они были образцом чести, отваги и самоотверженности. На вопрос, кем ты станешь, кремлевский курсант всегда отвечает – офицером. Выпускник этого училища может стать командиром подразделения любого из родов сухопутных войск – мотострелкового, десантового, артиллерийского или танкового. Здесь готовят универсальных командиров. Командир должен знать всё, даже больше. И в первую очередь он должен свои знания дать своему личному составу. И обязательно передадут. За последние 10 лет ни один выпускник училища не уволился со службы. Тысячи командиров в частях сухопутных войск российской армии в звании от лейтенанта до генерала по-прежнему с гордостью называют себя кремлевскими курсантами.